Умельцы Брещины, говорящее название областного конкурса профессионального мастерства, где отмечают достойных людей, тех, кто внес значительный вклад в развитие региона. Торжественной и дружественной атмосфере награждали настоящих профессионалов. И несмотря на то, что праздник в нынешнем году был скромным, призы и овации были традиционно значимыми. Почетное звание умельцы Брещины получили представители разных профессий – учителя, водители, слесари, лесничие и многие другие. Конкурс умельцы Брещины мы проводим ежегодно. Мы отбираем самых лучших профессионалов в каждой отрасли. Это у нас и здравоохранение, культура, образование, это наши транспортники, это лесное и коммунальное хозяйство нашей области. На районных этапах также проводятся такие моменты, на которых отбираются самые лучшие и самые заслуженные, самые лучшие люди сегодня приезжают к нам в Брест. А также мы не оставляем без внимания и вопросы охраны труда. Это лучшие общественные инспектора, это лучшие комиссии по охране труда. И у нас таких победителей 18 в этом году. На сцену выходили те, кто выполнял и выполняет на отлично доверенную ему работу, кто трудится на благо и с любовью говорит о своей профессии. В числе удостоенных почетным званием умелец Брещины Оксана Горгун, главный агроном предприятия «Коммунальник», которое вот уже 25 лет остается преданно своему делу. Благодаря усилиям работников предприятия Брестские улицы, скверы и парки ежегодно надевают новый красочный наряд, добавляя городу красоты и даря улыбки прохожим. Это, во-первых, очень творческая работа и ее делать только с любовью и с душой. Как и все мои работники нашего предприятия, вкладываем свою любовь в красоту города, чтобы сделать и подарить частичку любви, тепла нашему городу. Это было тысячелетие незабываемое наше. И в этом году наши клумбы все обновились и многолетниками, и однолетние рассады. То есть, чтобы краски города были радостными и радовали не только наших жителей, но и гостей города. Слова признательности за ратный труд говорила Елена Гурина, заместитель председателя Брестского областного объединения профсоюзов, каждому победителю. А они, в свою очередь, отмечали, что такая награда – заслуга всего коллектива. Ольга Дейнека пять лет назад пришла в среднюю школу номер 13 в роли молодого специалиста, а сейчас получает награду в номинации «Молодой учитель Брещины». Очень хороший у нас коллектив, приняли очень благожелательно, помогали всегда. И, наверное, в этом был и успех моей профессиональной деятельности, потому что именно благодаря своим коллегам, благодаря поддержке Молодежного совета Брестской городской организации профессионального союза образования и науки, в котором я являюсь уже сейчас председателем, удалось победить в конкурсе «Молодой учитель Брещины» в прошлом году. Ну и это дает, конечно, определенный стимул в профессиональной деятельности. Конечно, хочется быть лучше. На сцену приглашали и других профессионалов своего дела – представителей профсоюзных организаций. В их обязанности входит организовать безопасные и комфортные условия труда для работников, от чего зависит многое. «Очень приятно, что Брестское областное объединение профсоюзов отмечает работу общественных инспекторов, потому что это, прежде всего, работа на общественном начале. А каждая работа должна быть, конечно, замеченной. Поэтому сегодня награда – это награда не одного человека, а награда нашего коллектива, наших общественных инспекторов – работа, потому что безопасные условия труда – это, прежде всего, хороший показатель предприятия, хороший показатель профсоюза. Потому что каждый человек ценен, чтобы он был здоров, чтобы он находился в безопасных условиях труда. Это наша цель, цель профсоюза, цель нанимателей. Победители областного конкурса профессионального мастерства умельца Брещины на личном примере доказали, что главным залогом уверенности в завтрашнем дне является высокий профессионализм тружеников и их любовь к избранному делу.